Друзья, всем привет! Прошло, наверное, почти год с момента моего последнего видео про мою коллекцию беговой обуви. Да, еще раз, эта коллекция, наверное, громко сказана, потому что у меня не так уж и много кроссовок, но тем не менее. Сейчас их, по-моему, сколько это получается? 12 пар? Да, но в каких-то я уже не бегаю, и я расскажу, что у меня изменилось за прошедший год, 2020-й. Не такой он был простой, но тем не менее удалось побегать, приобрести новые кроссовки, естественно. И про них я вам сегодня расскажу, и немножко расскажу, что произошло со старыми кроссовками. Погнали! Первая пара, это Patriot 10-й, Asics. Я про них говорил в прошлый раз, это самая дешевая пара в моей коллекции. Я в них прекрасно бегал примерно 200 километров, и на больше их не хватило. Я их не одевал, по-моему, вообще в 2020-м году, на самом деле. Да, я в них откатал 19-й, и с тех пор я думал, вернусь ли я к ним когда-нибудь, чтобы, ну, не знаю, на какую-нибудь дурацкую пробежку спокойно сходить, или еще что-то. Или, может, какие-то спортивные, я не знаю, игры летом. Ну, что-то такое, что где не хочется тратить и изнашивать, скажем так, хорошую обувь, не пригодилось. В общем, рекомендую ли я начинающим? Да, самый бюджет, и при этом достаточно стандартная амплифон пена. На самом деле, 200 километров за 2,5 тысячи неплохо. Кстати говоря, я видел сейчас, по-моему, вышли патриоты 11-й или даже 12-й, и, короче говоря, они изменили немножко подошву. Она стала достаточно толще, и я бы с радостью ее попробовал, потому что цена не сильно изменилась. Патриоты последние можно найти в районе, там, 3 тысяч рублей. И, я думаю, с утолщенной подошвой, а учитывая, что подошва самая простая, пена самая простая, она, ну, наверное, отходит достаточно много на самом деле. В районе, там, 500 километров, а для начинающих это будет прекрасная моделька. Попробуйте. Дальше снова Асиксы, и это GT1007, по-моему, да. Одна из моих любимых пар в 2019 и в начале 2020 года, наверное, ну, сейчас она подвозносилась. Им, наверное, километров, ну, 800-900 пробега на самом деле. Да, достаточно много в них пробежал. Но они еще чувствуют себя достаточно хорошо, в плане, по крайней мере, внешнего вида. Но на самом деле подошва и то, как сейчас отрабатывает пена, мне совсем не нравится. Ну, то есть, они были хороши, да, там, достаточно было поддержки. Это такая универсальная обувь, я в ней бегал, и длительные какие-то кроссы, и иногда даже в манеж брал на тренировки, потому что, ну, у меня на тот момент у меня не было ничего более такого, скажем так, стабильного. И я не хочу говорить слово быстрого, потому что эти кроссовки не про скорость точно, и для интервалов они не совсем подходят. Но когда у тебя ничего нет, и это плюс-минус, там, 2-3 универсальные пары, ну, они справлялись, скажем так, стабильности на виражах, в манеже они добавляли. И, ну, мне в них было комфортно. Хотя сейчас, конечно, я в таких не бегаю. В общем, я думаю, что они пойдут на упокой. Еще, ну, наверное, до 1000 километров в них можно бегать, но я не хочу. Мне уже некомфортно то, как чувствует себя в них нога, пена, на самом деле, немножко уже продавилась. Едем дальше. И в руках у меня гель Sonoma 3 и снова от Asics. И так получилось, что первые пары, про которые я сегодня говорю, наверное, все от Asics. Но дальше будут и другие модели других брендов. В общем, на самом деле, эта пара у меня тоже давно. По-моему, с 19-го, если даже не 18-го года. И да, это трейловая обувь, одна из самых простейших у Asics. Сейчас есть модель гель Sonoma 4.5. И не помню, шестую они уже выпустили или нет. Ну, в общем, пятая моделька выглядит и работает стопудово лучше. Третья в свое время, ну, в общем, ничего я от него, сверхъестественного, не ожидал. И ничего, сверхъестественного, и не получил, собственно. Просто добротная, бюджетная моделька для трейлов. Причем таких очень простеньких трейлов, потому что протектор здесь не агрессивный. Но я, естественно, ну, так как бегаю в основном по шоссе, эту модельку я брал чисто для бега зимой по утоптанному снегу, да, или по такой, как бы, легонькой кашице, когда хоть какое-то сцепление все-таки со снегом нужно. Вот. Шипованной обуви мне не нужно, я не бегаю по льду. Какой-то прямо мега агрессивный протектор мне тоже не нужно. Я стараюсь не бегать по, там, каким-то совсем непротоптным дорогам и так далее. Поэтому, вот, ну, мне этого хватало. И, на самом деле, ну, тоже одни из бюджетных добротных кроссовочек стоят, там, в районе трех-пяти тысяч рублей, в зависимости от того, где вы их найдете. Тоже новичкам, там, начинающим, рекомендую, почему нет. Но ходят, ну, вот сколько им, наверное, километров 500 я откатал. На самом деле, не вызывают никаких эмоций, ничего такого всех, естественно, у них нет. Но я в 2020-м прикупил другую модельку трейловую. Сейчас я про нее расскажу чуть попозже. А про эту тоже скажу еще пару слов в конце. Объясню, почему. Увидите. Продолжаем говорить про старичков моей коллекции. Это Hoka Oneone Clifton 5. Сейчас уже и шестая, и седьмая серия вышли. Но пятая, да на самом деле, ну, если честно, шестая и седьмая по отзывам, там, и обзорам зарубежных блогеров не особо отличаются от пятой. Я сначала очень на них ругался из-за того, что они менятирали. Я об этом рассказывал в прошлом моем видео. Но сейчас, в принципе, я им недоволен. Единственное, в чем я недоволен этими кроссовками, это то, что они кончились на 500 километрах, наверное, и последний марафон московский в 2020 году я пробежал в них. И, наверное, это все. То есть, ну, больше они, короче, стали очень жесткими. Ну, потеряли всю плюшевость, мягкость. И длительный бег в них нет такой комфортной, как был раньше. Поэтому, собственно, они отработали свое. Чуть-чуть под износился протектор, это не критично. Но, как бы, если вы жалеете обувь и хотите, вернее, вы не готовы покупать так часто новые модельки, да, хотите выжить по максимуму, ну, километров там 600-700, я думаю, максимум, что можно из них выжить. Но сейчас мне уже в них некомфортно. Это обувь для длительных пробежек, для каких-то спокойных пробежек. Что-то делать в них быстро на самом деле не совсем комфортно. Поэтому не рекомендую их брать для манежа, например, там, для стадионных дорожек. А вот бегать там в парке, спокойные длительные кроссики, почему нет? Так что эту пару я, наверное, тоже отправляю на упокой. Лифтон 5, были хороши. Шестые, седьмые я бы сейчас не взял. Считаю, что есть модельки на рынке поинтереснее для медленного бега. Следующая пара это Nike Pegasus, вернее, правильно сказать, Nike AirZoom Pegasus 35. Да, они тоже с 2019-го, по-моему, у меня тянутся. И это классная универсальная пара. Я прям делал в них все. Я в них делал и медленные работы, и быстрые интервалы, и в манеже, и по грунту в парке. В общем, товарищи достаточно универсальные. Но в целом я, на самом деле, не пробежал в них достаточно много. Как вы видите, подошва достаточно хорошая сохранилась. В них я, в основном, бегал, наверное, старты. И очень много тренировался в манеже. Поэтому, наверное, они выглядят более-менее выжившими. По крайней мере, по подошве. Но, на самом деле, пена подизносилась. Им сейчас километров, наверное, 600. Ну, может быть, 700. И это все, что они могут дать. Сейчас они перешли у меня в пару таких редких тренировочных кроссовок, которые я одеваю на какие-то не очень, может быть, серьезные работы в манеже. Они по-прежнему такие сбитые, как мне нужно, компактные, скажем так. И помогают делать быстрые работы. Но при этом они потеряли всю свою упругость, мягкость, скажем так. И, не знаю, я бы их сравнил сейчас вот в их состоянии 600 километров, да, те, что они прошли. Я бы сравнил с какими-то дешевыми кроссовками именно по подошве, по простой пене. Но, в целом, пегасы и 36-е, которые вышли после них и 37-е сейчас. Кстати, 37-е, они полностью переделали их. Там сейчас другая пена, не AirZoom. А, это, по-моему, это React-пена, да. И там кроссовок ведется немножко по-другому. Но, опять же, судя по отзывам сам, я в 37-х пегасусах не бегал. Но, если бы я сейчас брал какую-то универсальную модельку, я бы, наверное, рассмотрел пегасы 37-е. Но, опять же, слишком большой выбор обуви сейчас. Слишком много интересных моделек на рынке. И, наверное, пегасы 37-е я бы не в первую очередь рассмотрел. Хотя рекомендую, потому что начинающим эта пара очень подходит. И серия пегасус вообще огонь. И двигаемся дальше. Сейчас в моих руках Adidas Solar Boost, по-моему, 19. Да, я брал в 19-м году. И, на самом деле, эта моделька меня очень обрадовала. Я сохранил ее, в смысле, я и бегал в ней и весь 20-й год, и 19-й отбегал. И Boost ведет себя просто прекрасно. Он очень долго живет. И сейчас этой паре, наверное, ну, точно больше тысячи километров. Я думаю, может быть, что-то в районе 1050-1100. Даже в какой-то момент я летом 2020 года перевел их в разряд просто кроссовок для ходьбы. И ходил в них, там, не знаю, на работу, гулял по городу и так далее. Я потом пожалел. Ну, в общем, я не хотел приводить и старить эти кроссовки, отдавать их, скажем так, на ходьбу самому себе. Я вернул их в бег. И я сейчас бегаю в них зимой по-прежнему по зимним, там, дорожкам в парке. И Boost, как вы знаете, или, может быть, не знаете, Boost, это одна из тех подошв, которые не замерзают зимой, там, до минус 18-20 градусов. И практически не меняют своих, там, амортизационных свойств. И это очень круто. Когда хочется побегать, там, какую-то спокойную работу поделать или восстановительную, то вот Boost меня выручают. И я серьезно присматриваюсь именно к зимним моделям. Вернее, для того, чтобы бегать зимой, присматриваюсь либо к новым аддикам на Boost, либо рассматриваю модельки у Socony на подошве Power Run и Power Run Plus, потому что они очень схожи с Boost и тоже не мерзнут в зиму. Но что еще можно сказать про эту модельку? На самом деле, модель не универсальная. Она больше, действительно, для каких-то либо медленных работ, либо работ спокойных, там, скажем, до 5.0, в темпе 5.0, да, в них бегать достаточно комфортно. Это для быстрых не подходит, слишком широкое, я бы сказал, вот это вот основание. И, кстати, они подходят для широкой стопы, но это точно не универсалы. Медленные, длинные, с хорошей поддержкой. Можно ли их взять в манеж или на стадион? Я думаю, да, и я в них бегал поначалу, когда у меня тоже был не такой большой выбор кроссовок. Удовольствия на мягком покрытии вы не испытаете, особенно, когда нужно бежать быстро. Это некомфортно, но для новичков вполне себе хороший вариант. Почему нет? Рассмотрите Solar Boost. Они, кстати, дешевле, чем Ultra Boost. Сейчас Solar Boost, если и продаются, то их можно урвать в районе 5-8 тысяч рублей на каких-нибудь акциях. А вот это одни из моих любимчиков 20-го и, в принципе, 19-го года. И в них я бегал очень мало, потому что я их жалею. Это New Balance Fuel Cell Rebel. И они очень легкие, они быстрые. И я использую в них, так уж случилось, что я использую их только в манеже. Я очень хотел попробовать в них пробежать что-то быстрое, типа пятерки или десятки на асфальте в 20-м году. Но не получилось. Ну, точнее, подбирал более прикольные, как мне казалось, кроссовки для этих нужд. И я пожалел вот эти штуки для асфальта. В общем, я в них тренировался на каких-то очень быстрых работах и бегал только в манеже. И сейчас им порядка, ну, наверное, 200 километров. 200-250 они прошли. И я бы сказал, что вот эта пластина, которая внутри, это, кстати, не карбон. Это пластик, что-то типа полиуретановой пластины. Поэтому она не такая там упругая, как карбон и так далее. Но, тем не менее, она тоже помогает отталкиваться. И идеально подходит для тех, кто бежит на переднюю часть стопы. И когда вы делаете быстрые работы, в принципе, по крайней мере, когда они были новыми, я очень хорошо ощущал, как они проталкивали меня вперед. Про вес, я уже сказал, они легкие. Весят всего лишь 160 грамм. Ну, это реально круто. Они классно обхватывают твою ногу. И если вы сейчас где-то найдете эти кроссовки, потому что это моделька 2019 года. Если вы сейчас где-то найдете на распродажах, я очень рекомендую, берите, не прогадайте. Да, найти их нелегко, но мало ли где-то вам попадется ваш размер. Хватайте. Мне удалось их урвать. Один из последних на Ламоде, по-моему. Но это не реклама. Там просто бывает надо что-то по распродаже, как, собственно, на других каких-то крупных ритейловых магазинах. Смотрите, ищите. Кстати говоря, на сайтах производителей тоже не чурайтесь. Заходите, смотрите. Бывает, что и там выставляют что-то по скидке. Я на них продолжу бегать и тренироваться в 2021 году. Я думаю, что в 2021 году они закончат свою жизнь. Бегают, наверное, километров 350-400 максимум. И я положу их на полочку. Но опыт классный. Мне понравились легкие кроссовки. И понравилось то, как они облегают мою ногу. Я их практически не чувствую, когда бегу пятерку или десятку в манеже. Либо делаю интервалы. И, в общем, классно. Единственная проблема, убедитесь, что ваша стопа подготовлена к таким видам работ. И ваши икры. Ну и, в принципе, голеностоп достаточно натренированный, чтобы бежать на передней части стопы. И кайфовать. И еще одни любимчики. На этот раз снова Asics. Я делал про эту пару целый отдельный обзор на моем канале. Где-то здесь есть видосик. Посмотрите обязательно. Что это за пара? Это Asics Everide. И они вышли тоже в 2019 году. Я приобрел их, по-моему, осенью. И бегал в них и на асфальте, и в манеже. И это прекрасная пара. Универсальная пара. Но со сдвигом в быстрые работы. То есть, все, что касается интервальных работ. Все, что касается каких-то темповых работ и так далее. Это вот про них старты. Я тоже бегал в них. Десятки, 21. Поставил личники в 2020 году. Все, вот в этой паре. Мне очень понравилось то, как она ведет себя. Это легкая пара. Ну, кратенький такой обзор, да. Сейчас им порядка, наверное, 400 километров именно вот этой паре. Тут классный перекат. Опять же, умов для тех, кто бегает на переднюю часть стопы. Сейчас, так как они разбегались, я уже не чувствую вот именно вот этого странного, на первый взгляд, чувства. Когда у тебя мягкая пятка, но ты на пятку не наступаешь. Ты наступаешь на эту часть. И как бы ты чувствуешь, что здесь какой-то валик. Как будто бы валик, да. Такая упругая достаточно часть. И ты чувствуешь, как ты с него перекатываешься, как твои кроссовки готовы тебя, собственно, нести сразу же дальше. Как можно быстрее отталкиваясь от земли. Вот. И это чувство мне очень понравилось. Кстати говоря, это недорогая обувь. Да, здесь нет никаких карбоновых пластин и так далее. Но Эворайт это одна из тех моделек сейчас у Асикса, которые, ну, прям, ну, я считаю, топчик. И многие блогеры, зарубежные блогеры, которые делают обзоры на кроссовки, я часто смотрю, тоже хвалят эти кроссовочки. Поэтому, ребят, если, опять же, найдете где-то на распродажах, берите. Сейчас они все еще продаются. Кроме этого, вышла новая расцветочка. И я, естественно, не удержался. И в 2020 году взял точно такую же пару, точно такую же модельку Асикс Эворайт, да, только это другая расцветочка. И, кстати говоря, прошлая у меня была чуть больше на полразмера. Эту я взял чуть меньше для того, чтобы еще больше попадал под свой размер. Это 42,5, по-моему. Ну, если считать в сантиметрах, это 27,5, 9,5 US и 43,5 евро. Вот. Не знаю, зачем вам эта информация. В общем, знаете, что эти кроссовки действительно классные. Я прям рад бегать в них дальше. Это открытие, наверное, 2020 года для меня. И я рад, что на каких-то, опять же, крупных ритейлерах я мог урвать их за, там, 4-6 тысяч рублей по скидке. Это очень дешево, потому что без скидка они стоят в районе, там, 8-9. Я рекомендую. Пена Flight Foam достаточно классная у Асикса. И сейчас практически все модели новые, там, последние выходят именно на этой пене. В общем, для новичков, которые уже переходят в разряд, скажем так, тех людей, которые готовы бегать быстро, готовы выбегать, там, полумарафоны с часа 45, часа 40, часа 30. Вот эти модельки, ну, если у вас уровень такой, да, примерно, вот эта моделька Асикс Эверайт, must have, мне прям очень понравилось, берите. Ну, не все так гладко в датском королевстве, друзья. В 2020 году у меня произошло одно небольшое разочарование. Эти кроссовочки Adidas TRX-2, то есть Adidas TRX-2, вот лейбл у них 300. Я урвал по скидке примерно за 3,5 тысячи рублей, и на самом деле я разочаровался в этих кроссовках, потому что они абсолютно никакущие, в них нет абсолютно никакой изюминки, ничего бы что радовало меня, никакого удовольствия в беге в них я не испытываю, поэтому просто расскажу, как есть. В общем, в чем дело? Первое, наверное, это вот повлияло тоже на самом деле, и я два раза профачил с размером этой обуви. Я взял сначала один размер, мне он не подошел, слишком большие, я поменял на другой, поменьше, и снова он мне показался недостаточно подходящим для моего, но в итоге я все-таки взял. Как оказалось, они велики чуть-чуть не только по длине, но и по ширине, стопа прям гуляет вот вбок, и я бы сделал эту модель точно для широких. У меня не широкая стопа, у меня обычная стопа, да, она не узкая, но точно не широкая, и, в общем, нога там немножко болтается, шнуровка здесь не какущая, как оказалось, я совсем не обратил внимания на это, когда покупал, потому что, ну, подумал, ну, подумал, я даже не посмотрел, хотя фотографии есть, да, и когда вы покупаете в интернет-магазинах обувь, ну, я просто даже не обратил внимания, что это может как-то помешать. Она очень редкая, и она как будто бы не фиксируется вот в этих местах, то есть, безусловно, ты ее затягиваешь посильнее, стараешься затянуть по максимуму, и в конце ты ее фиксируешь в основном только за счет узла и бантика там, да, или двойного бантика, потому что здесь вот это все дело, оно, ну, как бы практически не фиксируется. В итоге у тебя, ну, либо надо затянуть как можно сильнее, либо, ну, ты просто получишь еще больше пространства для своей стопы, а, как вы знаете, в беге это совсем не очень хорошо. Как будто бы они чуть-чуть даже болтаются на ноге, и они не спадывают, бежать в них можно. Я их брал на замену своим старым Гельсонома 3, но на самом деле вот эти ребята ведут себя намного хуже, чем старинный друг вот этот вот Гельсонома 3, и даже сейчас, спустя там 2 года с половиной после того, как я приобрел вот эти штуки, я все равно возвращаюсь к ним и выбегаю в них, потому что они выглядят и чувствуются на ногах более сбитыми, более приятными, более гибкими, скажем так, и бегать в них зимой мне комфортнее, чем вот в этой штуке. В чем минус еще? Подошва Light Strike, да, это крутая подошва и крутая пена на самом деле сейчас у Adidas, она легкая и достаточно упругая, позволяет бежать чуть быстрее, потому что, ну, их свойства, пены такие, да, более упругие, но зимой это совершенно не нужно, во-первых, во-вторых, эта пена замерзает, то есть, если я рассказывал про Boost, и Boost ведет себя зимой просто прекрасно, то Light Strike и, как и многие другие обычные пены у других брендов, собственно, зимой, ну, такие. Эти кроссовки становятся просто, ну, не ледышками, но деревяшками, и ты бежишь в них, не испытывая никакой радости, амортизации никакой нет, поэтому, я не знаю, вообще, порекомендовал бы я кому-то эту обувь, на самом деле нет, поэтому даже не смотрите в эту сторону, посмотрите трейловые кроссы какие-нибудь другие. Иногда вот я думаю, что стараюсь рвать что-то по акции, а он ведь мог бы, блин, взять какие-нибудь нормальные соломоны за, там, не знаю, тоже хотя бы по акции, ну, там, это будет стоить тысяч восемь-девять, да, там, семь с половиной, не знаю, вот прекрасные кроссы Solomon Sense Ride 3, тоже вышли в 2019-м, по-моему, году, так я их хотел, но в итоге зажал денег, бегаю вот в том, что есть. Ну да ладно, все-таки трейловые кроссы и кроссы, там, для зимнего бега, это не мой приоритет, поэтому я сильно не расстраиваюсь, но я, ребята, не рекомендую. Да, казалось бы, даже Continental подошва и сцепление должно быть прекрасным, но, наверное, оно прекрасно на асфальте, но, правда, нафига шипы, нафига такой протектор на асфальте, непонятно, но зимой ничего такого специфического нет, да, протектор есть, он не агрессивный, да, плюс-минус держит, но, в общем, большого кайфа нет. Едем дальше, осталось две модельки, потерпите, Sokani Kinvara 11, я давно хотел попробовать что-то у Sokani, или Sokani, как многие называют, да, но на самом деле читается как Sokani, минуточка образования. В общем, Kinvara очень сильно изменилась со своей десятой версии и из предыдущих версий, если раньше это была большая моделька для быстрых работ, для... это было что-то в районе полумарафонок, да, вот таких, или для бега там на десятки, на пятерки, возможно, для любителей, ну, то есть, понятное дело, что профики бегают в более жесткой обуви и так далее, но вот Kinvara всегда была такой более быстрой моделькой. Одиннадцатая версия получилась достаточно странная в этом смысле, но я очень хотел попробовать именно новую, и одиннадцатая получилась именно универсальной, то есть, ты в них можешь бегать как медленные, спокойные работы, потому что она достаточно мягкая. В манеже по дорожке на самом деле бегать некомфортно, это, опять же, там, что-то в районе 4.30 и быстрее, это не те кроссовки для таких работ. Они мягкие, не получается нормально толкаться, дроп в них 4 миллиметра, по-моему, перепад спадки на носок. Они легкие, и это один из плюсов, но я бы не побежал в них ничего быстрее, чем 21 километр, ну, то есть, 21 тоже, наверное, бы я в них не выбрал. Вот на варафон, я думаю, что они подойдут. Достаточно мягкие для восстановительных работ, для длительных работ, и хорошо себя показывают по асфальту. Кстати говоря, и они хорошо подходят для широкой стопы. Я вот, как оказалось, я понял это сейчас, не очень люблю такую обувь, которая, опять же, достаточно широка вот в этом месте, и когда ты ступаешь и отталкиваешься, ты прям чувствуешь, как вся твоя, ты ступаешь как будто бы всей шириной обуви, да, и твоя нога как будто бы распластывается. У меня такое же ощущение было в Solar Boost'ах. Поэтому в этот раз Kinvara 11 – это, ну, практически универсальные кроссовки для любых видов работ, кроме быстрых, кроме интервалов. Рекомендую бегать в восстановительные, бегать длительные кроссы по асфальту, в манеж или на стадион на дорожку брать. Не рекомендую, но если вы все-таки, это одна из ваших, опять же, универсальных пар, да, она вполне себе подойдет, если вы любитель начинающий, комфортная моделька, и прикольно попробовать, на самом деле, небольшие перепады. Если вы бегали в основном там в Basics'ах, или, может быть, в Adidas'ах, или других модельках, где перепады обычно выше, то попробуйте что-то более маленькое, да, и вот эти 4-миллиметровые Kinvara 11 – на самом деле прикольно. И я бы сказал, что низкий дроп, он помогает контролировать вашу стопу чуть лучше и помогает учиться технике, более правильной технике бега. Так что, как неплохие универсалы для новичков и любителей, вполне себе подходит, но не забывайте, что быстрые работы делать не в нужной. Ну и закончим наш обзор. Еще одним открытием 20-го года для меня – это старая моделька, и, как вы видите, это внезапно Рибок. Да, казалось бы, Рибок – это далеко не тот бренд, о котором вы думаете, когда вспоминаете, какие бы кроссовки купить, или выбираете что-то в магазинах. Я, конечно, уже говорю про бег. Они, скажем так, не очень славятся своими беговыми моделями, потому что практически никто не знает, и практически этих моделей на самом деле нет. Но у них есть парочка моделек очень прикольных, и одна из них – это Рибок Float Ride Energy. Это старая моделька чуть ли, по-моему, не 2018. Но она все еще продается в некоторых крупных онлайн-магазинчиках. Я рекомендую посмотреть и урвать по скидке, потому что эти ребятки продаются всего лишь за 3-4 тысячи рублей. И это, в общем, одни из самых, наверное, классных для меня универсальных дешевых кроссовок. Что в них классного? Это подошва. Это удивительно похожая на буст пена, но при этом она более упругая. Она хорошо себя показывает при отталкивании. Мне прям нравится делать в них какие-то быстрые работы на асфальте, либо просто устроить себе какой-то темповый забег, да, в парке по, опять же, асфальту. Они неплохо себя показывают в дорожках на стадионе, либо манеже. Прекрасное сцепление. Все прекрасно. Я на самом деле не знаю, что плохого могу сказать про эту модель. Это просто классные дешевые универсалы, но я в них пробежал и несколько местных стартов у себя в Удбуртии. Вполне себя хорошо показывают, в том числе и на грунте, кстати говоря, на обычном каком-то несложном грунте. В общем, мне эта пара очень зашла, и я рекомендую ее вам. Посмотрите по скидочкам. Рибок на самом деле меня удивляет. Это все. Сегодня в моей коллекции порядка 12 моделей, но в трех из них, наверное, я уже практически не бегаю. Я чередую в основном там 6-7 моделек в последнее время, и какие-то, естественно, я использую часто, потому что, например, в манеже мы часто делаем, сейчас зимой, да, мы тренируемся с тренером и делаем какие-то быстрые работы, но просто некомфортно бегать в чем-то, естественно, плюшевом, мягком, в том, что подходит для длительных работ, и, естественно, для быстрых работ, интервальных работ, темповых и соревнований, кстати говоря, тоже. Выбирайте что-то более упругое, переходите на более быструю обувь, переходите на полумарафонки, переходите на обувь с более тонкой подошвой, не бойтесь ее, да, тренируйте стопы, тренируйте вашу технику бега, и для вас начнет открываться вот этот новый, скажем так, новый виток моделей обуви, да. Вы сможете их пробовать, сможете кайфовать, а не только бегать, скажем так, вот в мягких плюшевых кроссовках, но и пробовать что-то новенькое. В конце концов, все мы когда-нибудь, наверное, перейдем на карбонную обувь, если она будет когда-то дешевле, да, но сейчас, конечно, это выглядит не очень доступным, по крайней мере, для тренировок, да, для забегов. Можно себе что-то такое прикупить, но я вот пока не решаюсь. Все-таки там Nike какие-нибудь Alpha Fly за 22 тысячи рублей, но все-таки, наверное, это не то, куда хотелось бы потратить деньги любителю, но очень много кроссовок в районе 10 тысяч рублей топовых, которые стоят внимания для стартов, поэтому будем работать в этом диапазоне. Все, друзья, бегайте, всем пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok